МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"В управлении не должно быть полуответственности". Наполеон Бонапарт. Здравствуйте. Я Дмитрий Лысков. Это программа «Правда». И вот тема нашей дискуссии сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА по региональному дисбалансу. Это не наше мнение, это мнение Всемирного банка. Я процитирую. Сегодня Россия имеет самый высокий уровень регионального неравенства среди крупнейших стран Европы и Азии. В том числе таких, как Бразилия, Китай и Индия. Юрий Васильевич, мы привыкли, конечно, и к бичеванию, и к самобичеванию. Но когда слышишь такие данные, начинаешь немножко сомневаться. Но Китай с его дикой дифференциацией прибрежных районов и центральных районов, Индия, неужели у нас настолько все плохо? Знаете, методики, соответственно, которые кладутся в основу, они все-таки предполагают, во-первых, в основном стоимостные показатели. И это не совсем верно. Тем более в нашей стране, где у нас почти 40 миллионов самозанятых, есть другие вопросы миграции финансово-денежных потоков и так далее. Поэтому проблема, мне кажется, не в этом замечательном рейтинге Мирбанка, а в том, что у нас действительно колоссальные разрывы по факту. Первый разрыв, который у нас колоссален, и он характеризует нас как страну третьего мира, к сожалению, это разрыв между вообще муниципальными районами и мегаполисами, и федеральным центром. Вот это ключевой разрыв. Потому что мы можем как-то горизонтально сравнивать там условно Омскую область, но даже не говорю с Московской, а с Новосибирской. Можно делать какие-то выводы. Но с точки зрения муниципальных районов, они у нас находятся в тяжелейшем состоянии, без копейки денег, а люди живут там. То есть все люди живут с точки зрения занятости и во всем. И это ключевой момент. То есть когда мы после развала СССР перешли в эту замечательную трехуровневую модель, федеральный центр, региональный государственный уровень управления, муниципальный, вроде бы все здорово, но в итоге-то оказалось, что все концентрируется в мегаполисах, в федеральном центре, потом там что-то раздается, не раздается, а на муниципальном уровне нищета. И это факт. Второй момент. Правильно вы с Китаем сравнили? Потому что у нас, как в Китае, прибрежный флюс. Такой, по сути, даже есть такие карты Китая, где эти прибрежные районы как Китай изображают с точки зрения количества концентрации населения, а все остальные как пустыня. Но у нас гиперцентрализация Москва. И Москва так или иначе финансово и по людским потокам обезлюживает, обезденеживает страну. Это опять гипертрофированный дисбаланс, который нужно преодолевать, переносить столицу и так далее. И третий момент. Это то, что у нас не выделяются макрорегионы. Вот хорошо, что в 2013 году Путин сказал, Сибирь и Дальний Восток – это наш приоритет на 21 век. Это абсолютно правильно. Потому что понятно, что надо идти к центру мира, и что у нас очень запущенная была ситуация. Но у нас не Черноземье, еще есть такой регион, старорусские регионы, которые находятся в тяжелейшем состоянии. И надо не Черноземье поднимать. И опять, я не вижу в правительстве людей, кто бы это понимал и мог ставить такие вопросы. Хорошо, давайте мы в программе подробно обсудим каждый из этих пунктов, в том числе. Иван Валентинович, ну вот посмотрите, какая ситуация. Мы все-таки, все-таки неизбежно подходим к каким-то сравнениям. Потому что, да, Всемирный банк дает странные сравнения, сравнивая нас в том числе с Европой. Но сравнивать такую масштабную страну, как Россия, например, с Люксембургом, трудно, я думаю. Или со Швейцарией. И там, наверное, тоже существует неравенство в кантонах. Но вот сомнительно, чтобы оно было таким, как у нас. А у нас все-таки территория огромная, природные ресурсы разные по этим территориям. И в одном из исследований, вот я читаю, географические особенности Российской Федерации, первопричина территориального неравенства. Ну, это действительно так? Ну, безусловно, но вспомню Жванецкого опять. Наш уровень жизни, их уровень смерти, если там про Швейцарию, Лексенбург вспоминать. Я бы здесь подхватил Юрия Васильевича, что у Москвы-то одна проблема. Она окружена Россией. Поэтому, когда 100 миллиардов на плитку выделяется, а бюджет поддержки сельского хозяйства 200 миллиардов, или 8 миллиардов, сейчас вот новогодняя иллюминация, мы ходим, то это вызывает люди, которые приезжают из регионов и видят это все. Это вызывает уже, я бы сказал, классовую ненависть. Поэтому... Иван Валентинович, я просто уточню, да, вот в Лас-Вегасе иллюминация еще круче, причем она круглогодичная, там тоже это вызывает классовую ненависть у жителей маленьких городков Техаса? Потому что если вы... Не вызывает Грейг Хаун. А у нас вызывает. Есть такая серая гончая, называется автобус от одного побережья в Америке в другой. Бюджетный вариант. Я прокатился пару раз. Например, если вы уже упомянули Лас-Вегас, Америку, она более-менее равномерно развита. А вы 200 километров... Подождите, подождите, подождите. Вот эти пыльные, умирающие техасские городки из романов Стивена Кинга, они равномерно примерно с... Это только... С Лас-Вегасом? Это только из романов Стивена Кинга. Разница в заплатах в Америке у нас, в Америке Полтава 1,5 коэффициент между самым богатым Нью-Йорком и самой бедной Западной Виргинией. А у нас между Москвой и Дагестаном 3,4. Почувствуйте разницу. Вот я тогда добавлю. Вот понимаете, в чем проблема? Мы же видим, что мэр Москвы проводит вместе с своим замом по транспорту, проводит политику тщательно взвешенного и последнего геноцида автомобилистов. Но один вопрос не решается. Вот я сколько раз считаю и смотрю там расходы, если считать, сколько тратится на развитие дорожной сети в Москве и, допустим, в Белгородской области, почти в 10 раз. И ни один вопрос не решается здесь. Значит, несколько лет назад, вот Сергей Жаваренков подтвердит, была проблема, обсуждали. Ловушка среднего дохода. Вот как только ВВП на душу 15 тысяч долларов, останавливается экономический рост. Вот как ее решить, думали мы несколько лет назад. Она рассосалась сама собой. Два раза меньше сейчас стала. Вот просто решилась и все, ВВП. Поэтому вы упомянули Китай. Я могу сказать, прочитайте программу «Китайская мечта 2049». Главная цель всякая – общество среднего дохода. Значит, в 21-м году, это 13-я пятилетка заканчивается, среднедушевой ВВП на душу китайца будет 12 тысяч долларов. А это говорит только об одном. И 65% китайцев будет жить в городах. С бедностью и нищетой в отдаленных провинциях будет покончено. Кстати говоря, да, сейчас в Китае как раз активно развивается эта программа по массовой урбанизации, переселению в города. Вопрос государственной политики. Вопрос государственной политики. А когда про макрорегионы говорим, я очень коротко скажу. Вот 12-18 проектов и зависла стратегия пространственного развития страны. Нам говорят, вот мы 15 макрорегионов, а между ними пусть будет пустыня. Ну, страна большая, что и развивать. Ну, вот Австралия, Канада, большие страны, там так. Там, ну, давайте так пойдем. Я говорю, нет, мы так не пойдем. Ни у Австралии, ни у Канады нет 4,5 тысячи границы со страной, которая еще не первая в мире, но уже и не вторая. А дальше читайте программу «Китайская мечта», что будет в 2049 году. И делайте выводы. Поэтому вопрос равновременного развития страны. И это вопрос сохранения наших территорий до Урала. Если я не ошибаюсь, в Китае на данный момент, что-то там порядка 40 миллионов населения живет на доход примерно 2 доллара. То есть, когда они придут к равномерному среднедушевому доходу, возможно, они все будут получать примерно 100 долларов. Это тоже большой показатель, я согласен. Но все-таки, все-таки я против огульной идеализации Китая. Дмитрий Анатольевич, вот ведь какой момент. Два противоречивых мнения сейчас столкнулись. Может быть, вы обратили внимание. С одной стороны, у нас территория обезлюдевает, а с другой стороны, вот пример Китая. А там идет массовая программа урбанизации. Мы-то уже прошли через эту урбанизацию. Что же нам теперь? Расселять мегаполисы? Ну, во-первых, мы через нее прошли уже дважды. Это рациональная урбанизация советская, когда строилась промышленность. И та урбанизация, которая у нас была в 90-е годы. Потому что, если не попадаешь в большой город, жить очень тяжело. Дмитрий Анатольевич, я вас на секундочку просто перебью, не могу не процитировать. Дело в том, что вот как раз Всемирный банк полагает советскую урбанизацию абсолютно иррациональной. Цитирую. В советское время трудовые ресурсы и капитал были насильственно перемещены на восток ради эксплуатации огромных природных ресурсов в Сибири. В результате экономическая структура физически распределилась по всей территории страны, но оказалась неэффективна и искажена. Это оценка Сибирного банка. Или не от желания просто беспокоиться восточными границами, а просто чтобы было где делать патроны, танки, пушки и прочее для защиты этих границ. Поэтому, может быть, с точки зрения некой абстрактной, абсолютной экономики это и неэффективно, но я боюсь, что другого пути-то и не было. Если говорить о советской... Я знаю эту стату, которую вы привели, я ее видел. Вот. Проблема же в другом. Проблема не в самой урбанизации. А проблема в том, что в процессе урбанизации выясняется то, о чем говорили коллеги, что она в нижнем уровне ничего не осталось. Не только людей, но и денег. Если у вас на уровне муниципалитета, вот в Эстонии, да, не самой богатой стране мира, самые собираемые налоги муниципальные. Да? А у нас самые собираемые налоги федеральные. И вот тетя Маша, которая в муниципалитете сидит, налоги собирает, она должна быть по уровню Силуанова примерно, вот по подготовке, как я понимаю, чтобы собрать то, что она должна собрать. Да? Ну, тут, возможно, у нас несколько иная ситуация. Я не знаю, может быть, вы меня поправите, конечно, но в наших масштабах администрирование муниципальных налогов чуть ли не дороже, чем все, что можно оттуда собрать. Да, поэтому федеральные стремятся собрать, а на муниципальные уж ладно, может, другое. Да нет, там собирать резкого некому и нечего. Из налогов, которые отданы на муниципалитет, они принципиально хуже собираются, чем те, которые отданы на федеральную. Вот о чем я и говорю. На тебе, Боже, что нам не нужно. Да, 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 об этом я и говорю. Ну, разные оценки, но я буду опираться на то, что вышка дала. Понимаете, в чем проблема? НДФЛ – это бюжетообразующий региональный налог. Зарплата среднего в Москве около 50 тысяч. Ну, по честной мысли. 13% считаем, перемножаем на эти 2 миллиона. Я вижу, что проблем администрировать. Почему? Потому что школы, больницы, дороги остаются у губернатора Московской области, а деньги здесь. Так вот, сегодня, если изменить администрирование, чтобы подоходный налог жителей Подмосковья, которые каждый день приезжают, нагружают общественный транспорт на своих автомобилях и так далее, оставить в области, но подвести под ответственность губернатора Воробьева, чтобы он на эти деньги создал рабочие места, то это вопрос равномерного развития ближайшего Подмосковья и Москвы. Так, ну вот интересный момент, Максим Викторович, смотрите, прозвучало, да, губернатору Воробьеву дать эти деньги и обязать его создать рабочие места. То есть, централизованно, сверху, организовать создание рабочих мест по команде, ну, я не знаю, там, из Кремля, например, да, чтобы губернатор, вот тебе деньги, но ты создай рабочие места и так далее и тому подобное. Зачем нам тогда вообще, в принципе, требуется такая разветвленная региональная сеть, трехуровневая сеть, действительно, федеральная, региональная и муниципальная? Давайте перейдем к унитарному устройству государства и прямому государственному управлению. На мой взгляд, основная проблема заключается в том, что у нас региональное развитие происходит очень разрозненно, и все основополагающие документы, концепции решения правительства, президента, они друг с другом не связаны. Потому что есть, допустим, концепции социально-экономического развития субъектов федерации, допустим, до 2030 года, да, вот они, постановления правительства должны, вот, собственно, у каждого региона быть, и регионы их разрабатывают. Есть концепция, вот, как уже коллеги сказали, вот, пространственного развития, вот, есть концепция макрорегионов, так называемых, и, соответственно, все эти концепции друг с другом не совпадают. На федеральном уровне часто принимаются решения, связанные исключительно с борьбой лоббистов, да, то есть это результат работы лоббистов. И, соответственно, мы видим по ситуации, допустим, в Приморье, да, где в прошлом году были скандальные выборы и задарили, в общем-то, подарками жителей Приморья. И, соответственно, и растет в регионах раздражение из-за того, что все вот эти старания каким-то образом унифицировать пространственное региональное развитие, они сталкиваются с тем, что у нас действительно слишком разные регионы, и здесь, конечно же, я выступаю за разумный такой компромисс, то есть не должно быть ни стремления к унитарному государству, ни стремления вот окончательно раскрутить гайки, да, дать регионам полную свободу, делать, что хочешь. Вот, должен быть какой-то разумный баланс, разумный компромисс, потому что нельзя, вот, допустим, дать регионам, как сейчас в рамках того же самого благоустройства, да, идет процесс программы комфортной среды, да, вот все засеять плиткой, вот, поставить, значит, как в Москве эту программу, соответственно, фиктивный избиратель, фиктивный, там, гражданин и так далее, и тому подобное. И все это, на самом деле, приводит только к тому, что власти, региональные власти, отрываются от интересов жителей своих регионов, они отрываются, как уже сказали правильно коллеги, от муниципального уровня, на котором, собственно, и происходит у нас развитие регионов прежде всего, и жизнь в регионах, она сосредоточена всегда на муниципальном уровне, и муниципальный уровень, о нем даже в Москве, вот, на самом деле, если говорить о Москве, то на уровне районов и ниже происходит своя жизнь, и об этой жизни даже не подозревают городские власти. Поэтому, мне кажется, что необходимо принимать какие-то решения на уровне, я думаю, уже госсовета, да, госсовет собирается регулярно, Владимир Путин общается с губернатором регулярно, но госсовет, как, вот, скажем так, мозговой центр, как центр принятия решений по региональному и пространственному развитию, он пока еще не заработал, на мой взгляд. Михаил Васильевич, Вы уже упомянули о серьезной разнице по заработным платам в регионе, но есть и более данные, там, широкие по валовому региональному продукту, из того же самого доклада Всемирного банка. Домохозяйства в Сахалинской области имеют уровень жизни, аналогичный уровню жизни в Сингапуре, тогда как домохозяйства в Ингушетии имеют уровень жизни ближе к тому, что наблюдается в Гондурасе. Это, повторюсь, по валовому региональному продукту. Я, наверное, соглашусь, не так давно в аэропорту я совершенно случайно столкнулся с парой, которая спрашивала меня, куда можно на аэроэкспрессе скататься в Москву, и у них был стыковочный рейс, видимо, 5 часов. Ну, я предложил там скататься на Белорусский вокзал, пройтись по Тверской, они спросили, какие там есть магазины, и я сказал, что магазины там, на самом деле, очень дорогие, они могут и шокировать по ценам. Они расхотались, сказали, да после наших сахалинских зарплат и цен, московские цены кажутся нам просто веселыми. И вот действительно, вот такая вот безумная дифференциация. Как ее можно преодолеть? Я скажу, может быть, кармольную вещь для нашей передачи, но тот вопрос, который мы обсуждаем, а именно региональное неравенство, он вторичен. Первый вопрос другой. Первый вопрос – это такая экономическая политика, которая проводится в стране. политика правительства и Центрального банка. Она такова, что она депрессивна по отношению к обрабатывающей промышленности, но очень комплементарна по отношению к сырьевой отрасли, к финансам и к торговле. И поэтому инвестиции идут в те регионы, которые, прежде всего, сырьевые, и там, где концентрируются финансы, а это именно Москва, Московская область, и наши территории, где находятся нефтянка, газ, ну и другие сырьевые продукты. Поэтому, если говорить об исправлении ситуации, ведь региональное неравенство – это аспект общего социального неравенства. Есть же отраслевое неравенство, заплата в финансовом секторе – порядка 80 тысяч средняя, заплата в текстильной промышленности – 20 тысяч. Поэтому, если говорить об исправлении ситуации, то, конечно, децентрализация нужна и так далее. Но первым делом надо изменить экономическую политику, макоэкономическую политику. Вопрос ключевой ставки, ну и вопрос деятельности правительства – это и таможенная тарифная политика, и налоговая политика, еще целый этот аспект. Если мы сделаем политику комплементарную по отношению к обрабатывающим секторам экономики, то и развитие будет более равномерно, потому что промышленность у нас развита в целом по территории России довольно равномерно. Поэтому, если говорить о решении проблемы, то, прежде всего, надо говорить об изменении макоэкономической политики. Спасибо. Сергей Владимирович, мы обсуждаем вопрос изменения ситуации с региональным неравенством, изменения макоэкономической политики, возможно, большая централизация, возможно, иное распределение доходов. А правомерна ли вообще такая постановка вопросов? Ведь мы долгое время слышали, что рынок сам все расставит по своим местам. Может быть, это и происходит? Нет, смотрите, значит, мы говорим о налогах, мы говорим о бюджетных расходах. Значит, как бы рынок все действительно расставляет, если мы говорим о, так сказать, бизнесе, о том, что кому нужно производить и так далее. А как тратятся налоги... В нашем случае, получается, что никому ничего не нужно. Как тратятся налоги, это вопрос не бизнеса, это вопрос государства. И вот я на что обращу ваше внимание. Если мы взглянем на консолидированный бюджет России, то мы увидим, что федеральный бюджет даже чуть-чуть меньше, чем совокупность региональных и муниципальных бюджетов. Но при этом 70% налогов идет в федеральный бюджет. Как это объясняется? Это объясняется тем, что в целях политического контроля федеральная власть хочет сначала все деньги забирать себе, а потом по своему произволу и желанию кому-то давать, а кому-то не давать. Но это один из вариантов объяснений. И вы, кстати говоря, ошибетесь, если вы думаете, что дают только бедным. Вот, например, Московское центральное кольцо. Оно что, построено на деньги московского бюджета? Денег московского бюджета там только десятая часть. Основной это грант федерального бюджета и грант РЖД. То есть на эти деньги можно было бы в Омске построить метро, в Новосибирске его продолжить, где оно там давно не строилось и так далее. Значит, что нужно сделать? Нужно вернуться к тем налоговым пропорциям справедливым, которые существовали в 90-е годы. Я напомню, что ключевой налог НДС тогда не 100% шел в федеральный бюджет, как сейчас, а шел 75% в федеральный бюджет и 25% в региональные бюджеты. И общая пропорция налогов была 50 на 50. И вот это будет значительно более справедливо. Сергей Владимирович, а можно я вот уточняющий вопрос задам? Действительно, пропорция налогов была в 90-е годы именно такой. И именно с такой пропорцией налогов мы вошли в 2000-е годы, в 21-й век. И в первой декаде 2000-х как раз курс был взят на то, чтобы дефицитные регионы по возможности выводить все-таки в профицитные. У нас это вполне себе получалось. У нас становилось все меньше и меньше дефицитных регионов на территории страны. И постоянно рапортовали с первого по пятый годы. Было-было такое дело. Постоянно рапортовали, что их все меньше и меньше дефицитных. А потом уже что-то раз и изменилось. А что произошло? Ну, смотрите, у нас за последние пять лет, мы же с вами видим, что как на дрожжах растут военно-полицейские расходы. Там военные расходы выросли вдвое, там полутора триллионов до более чем трех, а в отдельные годы и четырех триллионов рублей. И, значит, вот, собственно, это тоже составляющая часть экономической политики. Я тут немножко возражу коллеге. Он правильно говорит о том, что проблема в общей экономической политике. Но он совершенно неправильно отделяет правительство и Центральный банк от президента. Это политика президента. Выжимание денег на военно-полицейские расходы. Причем, где с вами на полицейский фонд? За социально-экономическую политику отвечает правительство. А что, война в Сирии, это бесплатно? Социально-экономическую политику отвечает правительство, а за денежные кредиты... А кто назначил это правительство? А кто назначил этого главу Центрального банка? Президент. Государственная дума. По представлению президента. Но Государственная дума, большинство... Ну, то есть, таким образом, президент назначил это правительство, этого главу Центрального банка, так что не надо его отделять. А президента и Государственную думу избрал народ. Будем считать, что все определяет народ. Дмитрий Анатольевич, хорошо, это одно из объяснений выкачивания денег на военно-промышленный, может быть, полицейский... Военно-полицейские распределения бюджета. Допустим, допустим. Это только одно из объяснений. Другое объяснение, которое я слышал. Все-таки попытка выравнивания региональных бюджетов. Федеральный центр собирает налоги и затем распределяет по региональным бюджетам. Где все-таки правда? Ну, вы знаете, федеральный центр собирает деньги, но речь, наверное, не идет о распределении. Я думаю, противоречие в ваших подходах. Распределение денег по региональным бюджетам. Речь идет об исполнении социальных функций. У нас в каждом регионе на медицину, образование на одного человека должно быть некая константная цифра. И вот эту разницу предоставляет федеральный бюджет. И он должен быть, у нас по Конституции так должно быть. Насчет тех денег, которые распределяются федеральным бюджетом на экономические задачи в регионах, это совершенно по-другому. Но социальные функции так и должны быть. Кстати, вот здесь говорили о сырьевом принципе, это правильно. Но нужно иметь еще одну вещь. Почему сырьевые регионы хорошо развиваются? Потому что налог на недр очень точно распределен между тремя уровнями бюджета. Чего ни по одному другому налогу не было и похоже, и не собираются быть. Ведь в этом во многом успех. Налог на недр идет и в федеральный, и в региональный, и в местный бюджет в равной степени. И поэтому муниципалитеты знают, что они делают в этих нефтяных регионах. Что у нас муниципалитеты делают в среднем по стране, мне не до конца понятно. Вообще, что они там делают? Но я вот что хочу еще сказать. У нас такая опория, то ли централизация, то ли децентрализация. Но ведь дать свободу регионам, если у них нет денег, это, извините, мазохизм. Ну что они с этой свободой будут делать, если они не могут? А все завернуть, это даже вот правительство состоит из гениев, никаких ошибок нет, ничего того, о чем коллеги говорили, нет. Вот все хорошие просто не успеют. Транспорт, связь не позволят постоянно принимать вовремя нужные решения. Вы за каждую сломанную задвижку где-нибудь на водопроводе не сможете отвечать из Москвы. Поэтому, на мой взгляд, вопрос, как и правильно говорил коллега Жаров, в балансе. Да? Но с другой стороны, если брать любой крупный город, мэр крупного города тоже не отвечает за каждую задвижку. Для этого есть вполне себе конкретные предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые за них и отвечают. Но у него есть возможность контролировать это предприятие в прямом новой жизни. И не требуется контролировать каждого сантехника. Другой вопрос. Требуется контролировать конкретные предприятия. Мы хотим больше дать регионам и местным или меньше. А вопрос-то не так стоит. Средства, поступающие в местный региональный бюджет, должны быть равны тем социальным обязательствам, которые эти бюджеты несут. У нас обязательства бюджетов и доходы бюджетов, темы совершенно идущие параллельно, но не вместе. Все. Больше ничего не нужно. Нужно, чтобы обязательства бюджета подкреплялись материальной базой. А пропорциях это дальше по коллегам-экономистам. Иван Валентинович, вы хотели что-то добавить? Дмитрий, вы мне как любителю хоккея такой пас на крюшку положили, прям на крюк. Я видел вашу руку. Небольшое отправение. Назвав одну страну, и мне хочется продумать, что их не ту страну назвали Гондурасов. Почему? Вот смотрите, первый звоночек прозвенел при цене за 100 долларов за баррель. Вы не правы, количество регионов-доноров начало сокращаться. С 17 и так далее. Сегодня, по-моему, 7 или 8. Это был уже четкий сигнал федеральному центру, что с региональной политикой системы распределения налогов что-то не так. Коль при цене на цену не растет, а количество регионов самодостаточных падает. Это вот одно обстоятельство. Второе я, Сергея Жаворонкова, бы здесь абсолютно поддержал. В какой части? Понимаете, в чем проблема? Вот для себя, если проецировать, для своей семьи человек работает хорошо. Для государства плохо. Ну, из-за этого и Советский Союз рухнул. Поэтому раскрепостить ту огромную энергию, которая в десятках миллионах воль, сердец, вдохновений, мозгов человеческих российских граждан сегодня находится, и направить в русло государственных интересов, это вопрос децентрализации. Срочной децентрализации. Иначе, иначе, вот мой друг Михаил Емельянов еще по первой Госдуме напротив стоит, и я хочу сказать, что, Миша, друг мой, вот выборы в Мосгордуму, ты же видишь, в ряде регионов груши нокаутировали боксеров, даже в договорных матчах. Вот вам по выбору в Мосгордуму придется срочно менять название партии, не единая Россия, а партия самовыдвигая. Я такая единая, я исправедливый. Вы там неотделимы, я почему говорю. Я голосовал против Медведя. Теперь, последний, я сейчас, Дмитрий, вы сказали за этим. На самом деле, я здесь похвалю Сергея Семеновича Собянина, потому что было безумие. 700, значит, показателей оценки работы регионального руководителя и исполнительной власти, субъекта. Слава Богу, остановились на 15, в конце года подписали. Поэтому, когда я говорил про ситуацию с Воробьевым, а над ним уже висит домоклофечка, там первое, из 15 показателей доверия граждан, число рабочих мест в небюджетном секторе, соответственно, это самое, увеличение. Ну и в том числе вопросы, связанные с развитием в целом бизнеса, не связанного с государственными влияниями, вливаниями. Поэтому, если эти 15 показателей, которые утверждены, за них начнут спрашивать, то Андрей Юрьевич Воробьев придет к своему коллеге, соседу, и скажет, слушай, Сергей Семенович, ты меня извини, с меня строгий спрос будет. Давай-ка мы менять будем администрирование налоговое, и НДФЛ, которые жители Подмосковья оставляют в Москве, направим. А я смотрю, ё-моё, мне нужно создать новые рабочие места. И в этом, несколько стимулирующих направлений по бизнесу в Подмосковье, и я вас уверяю, этот маятниковая миграция сразу начнет уменьшиться. Да, мы об этом уже говорили. Юрий Васильевич, вы тоже согласны, что путь к выравниванию идет через децентрализацию? Может быть, даже через муниципальную? Знаете, я, честно говоря, считаю, ну, соглашаясь полностью с Максимом Викторовичем, что нужен баланс, но, честно говоря, считаю, достаточно абстрактным вопрос вообще о децентрализации или централизации. Ведь, поймите, мы сегодня находимся в состоянии архаизации. Ведь о чем идет речь? Ну, вот смотрите, любой район муниципальный или советский административный район, ну, было 7-15 совхозов, колхозов и так далее, крупных аграрных предприятий. Была, соответственно, там оборонка, местная какая-то промышленность, частно совсем мелкие фабричонки и так далее. Но люди могли, при всем прочем, жить и зарабатывать на месте. Понимаете? Сегодня от этих, там, 10-ти в среднем 15 совхозов, колхозов осталось одно-два предприятия, которые считаются аграрными более-менее крупными, там, пару фермеров каких-то непонятных и так далее, да? Местная промышленность фактически ухайдука. Юрий Васильевич, я вот только уточняю еще вопрос, задам. Дело в том, что в качестве одного из контраргументов к ситуации советского времени, да, предъявляется как раз то, что создавались абсолютно ненужные предприятия. У меня родственники живут в сельской местности, они живут в полосе неблагоприятного земледелия. Пока еще у нас было... Мои родственники говорили, мы все это время картошку не сажали, а хоронили, потому что выкапывали меньше, чем сажали. Но зато у всех были рабочие места. Нет, нет, подождите секундочку. А то теперь мы картошку покупали. Вопрос. Ну, вопрос. Да, израильская картошка у нас появилась в сельмагах как раз в конце 80-х, вот, так, на всякий случай. Вот, а до этого все-таки картошка была своя. Но вопрос в другом. Я же к чему это говорю? Не к тому, что у нас там муниципалитеты как-то не так, а в чем архаизация? А теперь смотрите, у нас появилось такое явление, которое дореволюционное было, называется отходничество. Вот эти самые замечательные, те, кто не платит налоги, кого правительство хочет сейчас прижучить и так далее, но ведь это люди выталкиваются из муниципальных районов, прежде всего в Москву, Подмосковье и так далее. Хотя у нас отдельные социологи считают, что это классно, такие люди самостоятельные могут ездить, на мой взгляд ужасно. Я уж не говорю про демографию и про все, то есть люди живут сейчас на две семьи, и вообще непонятно, где такие мигранты. По большому счету во многих отношениях мало отличаясь от центральноазиатских мигрантов и так далее. Это архаизация. Третий момент. Так а почему картошка там туда, пятая, десятая, все здорово? А почему там нет рабочих мест на муниципальном уровне? Потому что у хайдукана национальные отрасли индустрии, станкостроение, текстильная та же промышленность. С чем мы обсуждаем? У нас было 6 миллиардов квадратных метров тканей своих, хлопчатобумажных, льняных. Сейчас чуть больше миллиарда. Все остальное, турки, Китай и так далее, тому подобное. Одеваемся мы так же, грубо говоря, может и лучше. Так возникает вопрос, эти деньги кому мы платим? Мы эти деньги платим нашим дорогим партнерам, стратегическим и так далее. Только вот есть такой нюанс, одевались хуже, теперь одеваемся лучше. Нет такого нюанса, нет такого нюанса. Я могу еще более страшную вещь сказать. Давайте уж есть Советский Союз, чтобы угробить. Знаете, в Советском Союзе 50 лет назад не было мобильных телефонов. Не было. Понимаете? Это страшно, это страшно, я понимаю. Поэтому сравнивать. Сегодня посмотрите, Гондурас не хочу обижать, любую самую отсталую страну там ходят не хуже, чем ходят там в Москве и так далее. Потому что шмотки индустрии, понятно, что это совершенно другая, чем даже была 20 лет назад. Юрий Васильевич, чтобы пугаться. Поэтому сравнивать по шмоткам, понимаете, страну, которая выиграла, так сказать, 27 миллионами жизней, страшную войну, страна, которая полномасштабно развивалась, по сути, в изоляции во многом и так далее, и была полноценной, с полноценным советским рублем, и сравнивать, так сказать, по шмоткам или почему-то, это преступление. Почему? Потому что люди работали, эти шмотки покупали на честным трудом заработанные деньги. Вот в чем суть. Понимаете, дальше еще можно про экспорт зерна и прочие благоглупости, которыми наши товарищи разговаривают. То есть свели скот, появилось зерно, вот его можно, так сказать, куда-то отправить. Юрий Васильевич, ну хорошо, вопрос в другом. Нужна другая, то, что сказал Михаил Васильевич, если не ошибаюсь. Значит, то, что сказал, нужна другая финансовая, экономическая политика. Это не вопрос региональной политики. Просто, если у тебя в центре стоит по-простому вывоз капитала и складирование его в Лондоне и других замечательных местах, то понятно, что в любой нашей, не просто тьму таракани, а в любой нашей местечке будет гораздо хуже. Ведь, когда мы говорим муниципальную, смотрите, ведь Москва, да, в 13 раз бюджетная обеспеченность одного москвича, в 13 раз больше не у Рюпинска, а жители Омска, миллионника. В 13 только бюджетно. А жители Югры? Жители Югры меньше. Все равно в 7-8 раз. Жители Югры имеется в виду и в целом, и в том числе Ханта-Мансийск, Сургут, возьмем и прочее. А вот Сахалин? Что Сахалин? Сахалин, СРП, Сахалин, это сейчас дождь благодатный, 5-10, и все. И то уже из Сахалина много чего изымается, и у него другая ситуация, чем было 7 лет назад. Поэтому вопрос не в этом. А на самом дне за оплату, как всегда и Иваново. Конечно. Да, но у нас в том-то и дело, у нас есть регионы богатые, богатые природными ресурсами, богатые полезными ископаемыми, в конце концов богатые, в том числе и промышленностью. Уголубили текстильное производство, теперь Иваново, на самом последнем месте по доходам населения. Они отличаются от Москвы. В Москве что-то там 70 с чем-то, и Иваново 22 тысячи. Ну вот же. Михаил Васильевич, а вы мне поясните, кто должен создать там текстильное производство? Или кто-то не дает там создать текстильное производство? Для того, чтобы создать текстильное производство, надо изменить еще одну экономическую политику. Сейчас невыгодно производить в России текстиль. Потому что у нас ключевая ставка, самая реальная ключевая ставка, самая высокая в мире. Не только не могут, потому что хлопок, лимитные продукты и так далее. В Турции недавно стало выше, после последних событий. До недавнего времени у нас была самая высокая ключевая ставка. И после повышения ближайшей, она опять будет самая высокая. Потому что это выгодно финансовым спекулянтам. И по поводу Сирии, войны и так далее. Куда деньги уходят? Большинство денег. Деньги уходят на Запад, в фонд национального благосостояния. В этом году мы туда отправили 3 триллиона рублей из 18. А 5 триллионов рублей военно-полицейские расходы? Так военно-полицейские на защиту Родины. А зачем мы Запад кормим? ФНБ 3 триллиона туда отправляем. В прошлом году мы туда отправили почти 2 триллиона. Это постоянно поднимаемый вопрос. Сейчас золотовалютные резервы переправили в ЮАН, в Китай, в Курс, в золотовалютные резервы, а в фонд национального благосостояния. А это и есть часть золотовалютных резервов? Нет, это бюджетные деньги. Ну что вы. Господа, мы немножечко отходим от нашей темы. Вот это компродолжская политика, которую вы, видимо, отделяете. Вот Юрий Васильевич упомянул отходничество, современное отходничество, которое я назвал, по большому счету, катастрофой. Не все так считают. Я зачитаю выводы экспертов высшей школы экономики. Для повышения заработков население переезжает из бедных регионов с низким уровнем заработной платы в богатые регионы, где заработная плата выше. Это приводит к постепенному снижению среднего уровня заработной платы в богатых регионах и к росту в бедных регионах. Вот рецепт, который говорит нам высшая школа экономики. У нас идет перераспределение таким образом населения, зарплаты выравниваются и все работает замечательно. Дмитрий Анатольевич, может действительно у нас мобильность населения низкая? Ну, мобильность населения у нас действительно низкая, хотя вы знаете, у меня был, мы сегодня все воспоминаниями придаемся, я тоже коротко одно воспоминание, разговор в одной из национальных республик, не кавказских, с человеком, который переезжал в Москву на ту же зарплату, которая у него на родине. На мой вопрос, в чем смысл процесса, он сказал, ну ты понимаешь, здесь точно уже ничего не изменится, а там шанс есть. Что касается вашего вопроса, то насчет снижения зарплаты в богатых регионах я как-то верю. Насчет повышения зарплаты в бедных не верю сразу. По той простой причине, что каким бы ни был предприниматель, смысл их вывода какой? Будет большее предложение, да? Да-да-да, конечно. И мой способ предложения. Но нет у предпринимателя этих денег, даже если 200 человек у него за дверью будет стоять, да, или наоборот у него никого не будет, и у него будет единственный человек, у него нет денег на повышение, да, никак. Если безработицы в регионе не будет, он все равно зарплату повышать не будет. Просто не потому что хочет, а потому что не может. Максим Викторович, то есть повышение мобильности населения, стимулирование к переезду в регионы нас не спасет? Ну, в общем-то, уже не спасает, потому что мы видим по ситуации в Москве, что Москва уже давно перенаселена, вот, и мы видим прекрасно сейчас вот по новогодним каникулам, да, Москва пустая в новогодние каникулы из-за чего? Из-за того, что люди, которые сюда приехали работать из регионов, они уехали обратно праздновать. Ну, и москвичи разъехались праздновать ровно так же. И Москва тут не совсем показатель, согласитесь, потому что Москва была перенаселена и в советское время. И сюда стремились вот просто через все припоны. Вопрос с коллегами о переносе столицы, о, собственно, там, создании каких-либо других городов, там, развитии, допустим, городов-миллионников, он тоже ситуацию на самом деле не спасет. Вот, потому что это, опять же, создание мини-Москвы, вот, там, в разных регионах. Вы переносите проблему в другое место. Да, вот, но на таких же принципах я хочу что сказать на самом деле, что когда, в любой раз, когда мы обсуждаем вот региональные наши дела, вот, все упирается каждый раз в деньги, вот, в межбюджетные отношения, в распределение налогов и так далее. Да все вообще всегда упирается. На мой взгляд, на мой взгляд, это вредно с точки зрения решения проблемы, вот, регионального развития, потому что мы от денег не можем уйти, а за деньгами мы не видим самого главного, ради чего это делается. Вот, ради чего, собственно, должны, допустим, текстильные производства, там, допустим, в Саратовской области восстанавливаться, да, ради чего. Так я этот вопрос несколько раз задавал. Рабочие места, вот, пресловутые, да, но рабочие места уезжают из Саратовской области в Москву. Да нет, можно сажать картошку в Архангельской губернии, но это тоже можно. Не в деньгах дела, а в понимании, собственно, властями, причем всеми властями, федеральными властями, региональными властями, муниципальными властями, вообще того, за счет чего и зачем мы здесь в нашей стране живем. И какая у нас должна быть перспектива. Вот эти все концепции прорыва, да, о которых сейчас с прошлого года очень активно много говорится, они почему-то не воспринимаются вот на уровне, вот, собственно, населения, на уровне народа. Потому что люди не видят этого, основания для этого прорыва, они плохо, тяжело в регионах живут, вот, а тут их еще призывают в какой-то прорыв входить, когда у них прорыв канализации, на самом деле. Поэтому нужно думать о том, как развивать страну дальше и планировать развитие страны, вот, на какую-то хотя бы ближнюю перспективу, и чтобы это планирование было понятно простому человеку. Сергей Владимирович, с вашей точки зрения, действительно имеет смысл создавать текстильное производство там в Иваново, в Тамбове, где-то еще, сажать картошку в Архангельской области и так далее ради создания рабочих мест, чтобы не происходила депопуляция этих территорий, чтобы люди имели там работу, чтобы люди чувствовали себя нужными, востребованными, и чтобы они понимали, что о них заботится муниципалитет, губернатор, правительство. Вы знаете, вот, Ивановская область, так получилось, что у меня есть там друзья, вот, и на самом деле они пытаются, так сказать, выходить из бедности. Ну вот, например, буквально два года назад в Ивановской области запустился небольшой нефтеперерабатывающий завод, который производит авиационный керосин. Раньше Россия импортировала авиационный керосин, теперь этот авиационный керосин вполне достойного качества мы производим сами, как раз вот в Ивановской области. Поэтому не надо мечтать о воссоздании, значит, вот этой, о какой-то мифической утопии Советского Союза Великого, когда точно такой же разрыв был в снабжении между Москвой и регионами, и люди старшего поколения помнят эти загадки. Значит, длинное зеленое пахнет колбасой. Что это такое? Это электричка в Москву, потому что в Москве колбаса есть, а в Рязани нету колбасы. Вот. Значит, нужно думать... А великая легкая советская промышленность производила такую мерзость, которую стыдно было носить. А то я этого не помню. Я 77-го года рождения. Многие утверждают, что... Я был ребенком, но я прекрасно все это помню. Многие утверждают, что... Качественное и абсолютно... Очень, да, очень хорошее. ...это это неснашиваемое в принципе. Есть такое мнение. Так, Сергей Викторович, что... Значит, нам нужно, Владимирыч, нам нужно... Прошу прощения. Нам нужно развивать то, что у нас есть, в чем у нас есть задел. Нам не нужно пытаться во что бы то ни стало конкурировать с Бангладеш по текстильной промышленности. Мы никогда не сможем такую же дешевую цену. Делоэкономику не знает. Какой Бангладеш? Подождите, подождите. Юрий Васильевич, я прошу вас. Слушайте, гражданин хороший. Вот те бренды, которые производятся, мировые, они... Бренд может быть Зара-испанский, а производится он в Бангладеш, а не в Испании. Поэтому про текстильную промышленность, что она спасет Россию, не надо разношать. Расскажите про текстильную промышленность. Россию. Россию, я вам расскажу. Возвлекает естественный вопрос, господа. Россию спасет углубление, скажем, той же нефтепереработки, чтобы мы не сырую нефть экспортировали, а бензин. Для этого был налоговый маневр. Для этого мы активно к этому шли. А вот удивительное дело, да, вы знаете, цены пошлины на нефть мы подняли почти до запретительных. Пошлины на бензин до этого сокращали. Мы снизили экспортные пошлины на сырую нефть, а подняли на бензин. Это сейчас. А до этого, ради модернизации российских МПЗ, снижали пошлины на продукты невысокой нефтепереработки. А вот модернизация как-то застоприлась. Тоже интересный момент. Модернизация пошла в это время. Но она как-то шла довольно спорно. Сейчас проблемы большие с бензином и налогового маневра. Это да, это я с вами согласен. Иван Валентинович, прекрасно. Мы развиваем то, что у нас есть. Я говорю, вот как быть, например, с этим дисбалансом? С одной стороны Сахалин, с другой стороны Мордовия. Вот в Мордовии что развивать? В Мордовии нужно развивать то, что там испокон веков было, например, льноводство. Например, деревянное домостроение глубокую. Исходить из то, что называется пространственной экономикой. Я очень коротко поверю. Первое. Я все-таки здесь попытаюсь вот что сказать. Я все-таки родился в деревне немного. Понимаете, отходничество, оно делает страшное, потому что ребятишки деревенские не видят отца. Он становится русским таджиком, узбеком, работая в том же Новосибирске, там в муниципалитете приезжает и так далее. Это очень плохо. Это неполная семья и много чего не будет сейчас распространяться. А у нас четверть населения, примерно 40 миллионов, живет в сельской местности. Второе, я попытался бы примирить. Я лично считаю, что настало время глубокой ревизии советского проекта. И вопрос какой? Народ идет не за большими деньгами, а за большими идеями. Отталкиваясь от пространственной экономики. Я вот перед Новым годом сел в очередной раз за руль, доехал до Санкт-Петербурга. 200 километров от Москвы, за Тверь заезжаешь и все. Радищев написал путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. Покосившиеся хаты и так далее. Народ идет не за большими деньгами, а за большими идеями. У страны не осталось идей. Что я когда говорю о ревизии советского проекта? Три вещи было. Сергей Владимирович, друг мой. Демография. Под демографию размещения производительных сил, система административного территориального деления. Поэтому тогда в родном Ростове Михаила не получилось. Построили платов аэропортного за 45 миллиардов бюджетных денег. На 5 миллионов пассажиров. А там два было. Понятно сколько украли на строительстве, на проектировке. Три раза увеличили аэропортные сборы. Пока самолет висит в воздухе, он в очень конкурентной среде. Как только приложился, попадают такие объятия монополистов. Три раза увеличили аэропортные сборы. Стали сокращать рейсы. Поэтому вопрос такой. Три краеугольных камня, вокруг которых необходимо начать построение стратегического планирования. А кто будет осуществлять? Не надо госплан. Вопрос сегодня экономических рычагов. Поэтому последнее. Если мы хотим, как сообщающиеся суды, Россию и ее регионы сделать, страну необходимо стянуть новым стальным обручем. То, о чем я говорю. Слава Богу, мы закончили расчеты. Представили их президенту. Источники финансирования. И Александр Третий, принимая решение о начале соответствия Великого Сибирского рельсового пути, который потом Трансибом стал. А мы ничего не сделали. Ни в советский, ни в постсоветский период. Но это, извините, паровозная тяга. Радиусы закругления. В стране необходим проект, который бы ее стену связал пространственно. И в конечном итоге сохранил наши восточные территории. И в этом смысле, когда наш президент открыл памятник в Ливадии Александру Третьему, я вздрогнул, думаю, наверное, мундир примеряет Александра Третьего, реинкарнировать. Я думаю, что решение это будет принято. Почему? Потому что тогда начнется выравнивание. Современные скорости, современные средства передвижения между вот этими 15 макрорегионами позволят перекрыть это все, чтобы не было 200 километров и, что называется, радищик. Иван Владимирович, спасибо. У нас времени не так много остается. Максим Викторович, у нас, тем не менее, грузопоток между регионами все возрастает и возрастает в последние годы. Транспортная инфраструктура, ну, объективно, улучшается. Да даже миграция населения растет. А эффекты как-то незаметны. В чем дело? Ну, потому что, еще раз говорю, что мы все сосредоточены на деньгах и на статистике. На подсчете, вот, изменилась транспортная там доступность регионов, не изменилась. А речь, на самом деле, вот, как действительно сейчас Иван Валентинович говорил, вот, речь, на самом деле, в том, что люди живут по-другому, вот, чем, собственно, видно сверху, вот, нам в том числе. И эти трудности необходимо учитывать при разработке, собственно, концепции регионального развития конкретных, допустим, регионов всей страны в целом. Нужно с учетом реалий эти концепции разрабатывать, потому что эти концепции, допустим, если о региональных концепциях вести речь, они делаются под копирку, как известно, да, вот, и, в общем-то, ничего особого прорывного, вот, интересного для конкретного региона они в себе не несут. Вот, это чисто финансовый показатель. Дмитрий Анатольевич, ну, вот, насколько я понимаю, руки остается приложить, и все завертится. Так когда же приложим руки-то? Вы знаете, в первую очередь, голову, конечно, потому что, вот, руки-то мы все время перекладываем, а потом переделываем наоборот, да. Думаю, что еще не скоро, потому что все-таки, с точки зрения, вот, сверху экономика – это Москва, да, и здесь вроде все не так уж и плохо. Но рано или поздно это придется делать. Я, кстати, не согласен с оптимистической позицией коллеги, что у нас все делаются под копирку эти системы. К сожалению, нет. Очень часто не понимаешь, как они рядом лежат, эти документы. Спасибо огромное. Перспективы территориального развития нашей страны мы обсуждали сегодня в нашей студии. Естественно, этот разговор не закончен, тем более, что времени у нас для подобных обсуждений, видимо, еще много. Мы продолжим это обсуждение. А сейчас спасибо огромное нашим уважаемым экспертам. Спасибо.